Как бы мы ни относились к конкурсам красоты, любим мы их или ненавидим, это все равно одни из самых ярких шоу в мире. И то же самое с Мистэ ГУ. Кстати, финал конкурса состоится уже 4 марта. Ну а пока полуфинальный кастинг. Мы расскажем, но и покажем все. Конкурсу красоты и интеллекта в нашем университете уже 10 лет. В полуфинал Мистэ ГУ 2015 было отобрано 24 участницы. В честь десятилетия конкурса впервые полуфинал прошел в формате шоу. Раньше этот этап был закрытым, и на нем присутствовали только судьи. В этом году посмотреть на него мог любой желающий. Кого-то пришли поддержать родители, кого-то друзья, а кого-то почти все одногруппники. За полтора месяца занятий девушки научились не только ходить на каблуках, но выступать публично и держать себя на сцене. Это им точно пригодится, ведь уже скоро финалистки будут представлять ТГУ на всех официальных мероприятиях. Но вернемся к полуфинальному кастингу. Кто-то из умниц и красавиц во время выступления чувствовал себя уверенно, а кто-то был по-детски наивным. Несмотря на мой хрупкий внешний вид, я сильная и уверенная в себе девушка. Учись на своих ошибках и добиваюсь поставленных целей. Считаю, что именно такой должна быть мистер ДГУ. Вот представьте, что у вас каждого в жизни есть такая книга, в которую вы записываете свои взлеты и падены. Подумайте, сколько бесценных советов порой она вам дает. И у меня есть такая книга, в которой я запишу обязательно участие в конкурсе «Мистер ДГУ». Дефиле, танцы, рассказ о себе. Конкурс красоты есть конкурс красоты. Несмотря на то, что половина участниц не прошла в финал, девчонки успели подчеркнуть для себя важные уроки. Ну, я получила больше женственности и уверенности в семье. Вести себя хорошо в общественных местах, там, кокетливо, так, ну и женственно. Да, Мистер ДГУ учила меня не подскальзываться на каблуках. У финалисток еще многое впереди. Знакомство с патронессами, постановка яркого творческого номера, кьюти-съемка. Мы обязательно продолжим следить за ходом конкурса. Считать конкурсы красоты в университете несерьезными? Напрасно. Все-таки каждый из участниц Мистер ДГУ выносит для себя какой-то важный урок. Например, как ходить на каблуках по льду. Ну, каждому свое.